Какие варианты у тебя в голове? В Америке попробовать себя все-таки? Европа, может быть, Румыния неплохая страна? Или в КХЛ ты хочешь остаться? Нет, ну конечно, Румыния хороший вариант. Очень такой перспективный. На самом деле, я думаю, что если получится и будут варианты, даже, грубо говоря, придется через что-то пройти в Америку, то я очень хотел бы попробовать. Привет. Снова от нас уезжают. Михаил Мауменков решил провести следующий сезон в Америке. Авангард расстался с Коди Кереном. Швед даже заплатил 20 миллионов рублей, чтобы не стоять в пробке на Горьковском шоссе. Нам будет его очень не хватать. Поговорим о тренерах. Штаб Салавата Юваева пополнил Михаил Васильев. В прошлом сезоне он работал в толпаре. Видимо, он заменит Николая Цулыгина на скамейке. Прежнего тренера вообще не хотят видеть на арене. Как сообщают из Уфы, новый главный тренер Томми Лямси категорически против того, чтобы во время матчей на скамейке присутствовал Николай Цулыгин. Вообще-то абсолютно разумное требование. Уверен, что Лямси очень удивлен, что Цулыгин вообще остался в Салавате Юйлаве, хотя после такого унижения он должен был покинуть клуб. Но ему сделали предложение из вежливости, в полной уверенности, что он откажется от работы помощником. Но и Цулыгин осознал, что у него нет вообще никаких шансов найти нормальную работу в хоккее и согласился на понижение. Лямси имеет право потребовать, чтобы помощника не было на скамейке. Он был бы прав, если бы настаивал на окончательном увольнении Цулыгина. Ведь сейчас именно иностранец отвечает за результат и никто другой. Смена тренера уже состоялась. Сейчас бессмысленно оценивать ее разумность. Но менеджеры обязаны создать главному тренеру комфортные условия. Ошибка руководства в том, что они не должны были вообще допускать такой ситуации. Леонид Тамбиев после того, как не проиграл ни одного матча с Адмиралом, снова вернулся в ВХЛ. Он возглавил Металлург и в Новокурдецке теперь будет очень весело. Борис все еще не назначил главного тренера, но пригласил финского вратаря. С ноября 2018 года он в КХЛ забросил больше шайб, чем Илья Каблуков. Новичком команды стал Йони Ортио. В позапрошлом сезоне он выступал в Подольске. Тогда голкипер провел 52 матча, помог Валерию Белову попасть в плывов. Довольно неудачно выступил во втором этапе турнира, но новый контракт не подписал. Генеральный менеджер Игорь Варецкий хотел предложить новое соглашение, но потом появился Илья Ижов и решено было легионерский слот заполнить полевыми хоккеистами. Не сказать, что Йони был совсем плох. Ортио вошел в историю нашей лиги, как один из голкиперов, которые поражали чужие ворота. Не повезло трактору, а вратарь был последним, кто касался шайбы, до момента, пока челябинцы не забросили себе сами. Но не сказать, что Финн прямо был звездой. У него было очень много плохих и средних матчей, впрочем, тут можно сделать скидку на то, что Витязь вообще изрядно трясло, и в плывов команда попала с трудом. Но иногда Ортио ловил кураж. Андрей Зубарев в последний раз появлялся на льду в официальном матче 3 января, но это не помешало ему заключить двухлетнее соглашение со Спартаком. Он же работал со Знарком, и теперь это единственный мотив для комплектования. И последнее. Владимир Ткачев получит в СКА за два года 120 миллионов, Магнус Хельберг – 110 миллионов, а Александр Авцин – всего 5 миллионов за будущий сезон в тракторе. Нормальные разрывы. До свидания. Я все равно уезжал, сколько народу. На счет. Все время уезжай, это невозможно остановить. Ну, поехал в Америку, окей. А если в Америке не получится, то у тебя нет вариантов, такие деньги, даже если сократят два раза, ты нигде их не получишь. Ни в Европе, нигде.